Российская мова должна уничтожить из нашей территории как элемент противопоказания и промывания мозгов для нашего населения. Вот вы когда по-грузински говорили, я подумал, что совершенно забыл на самом деле о том, что это скорее грузин. Ну, потому что русский язык для меня родной, нет, ну, просто он для меня родной, но для меня главный. Мой первый язык это украинский, потому что няня была украинка, и я, она говорила... Сейчас разговариваете? Ну, я могу, но не так бойко, как это я делал в детстве, но и потом у меня все-таки русский, он вытеснил все языки... Думаете вы на каком? На русском? На русском, и никогда не было по-другому, потому что дома все говорили на русском. Потом отчим армянин, ну, как бы мы грузины, няня украинка, всем надо было как-то общаться. Потому, наверное, ей учился я в русской школе. Это вызвало тогда, когда меня отдавали в русскую школу в Тбилиси, очень большие нарекания. Но так как у мамы был свой план на мою жизнь, что обязательно, как все остальные, я должен закончить МГУ, она объясняла, что, ну, он должен учиться в русской школе, потому что в МГУ учат на русском языке. В МГУ я не поступил, я пошел другим путем. Кстати, совершенно недавно вы встречались с моей коллегой, была программа у нас на канале, и без церемонии называется. Я с удивлением узнал, что вы, оказывается, родной язык не знаете. То есть вы же поете... Столько проблем. Нет, нет, то есть я был уверен, что вы знаете язык. Ну, история сложилась таким образом, что когда мне было 3 года, родители переехали в Москву, я, в принципе, вырос в Москве. А в семье не говорили? В семье говорили на русском языке. Ну, тогда еще, я же родился в советское время, тогда и в Азербайджане говорили на русском языке, в городе Баку говорили на русском языке, и сейчас все поменялось. И потом меня отправили учиться за границу, и не было никогда надобности учить. Я приезжал на конец. Ну, в 15 вы уехали в Америку, по-моему. В 13 в Швейцаре, в 13 в Америку. А, ну, в Америку, я помню, что... Да, да, что в 15. И уже я вернулся в 21 год, мне надо было с нуля учить язык, и я как... Ну, понимаете хотя бы? Ну, немножко. Вот сейчас у меня был концерт в Баку, и я впервые исполнил песню на родном азербайджанском языке. Это из репертуара Муслима Магомаева. Да, совершенно верно. Народная артистка Азербайджана Зульфия Хамбабаева. И это было на сцене, от чего она начала, на азербайджанском, я как бы продолжил. И когда я продолжил, был такой шум в зале. 8 тысяч человек прямо не ожидали, что я на такое способен. Я сам, честно говоря, не ожидал, был очень ответственно, волнительно. Самая сложная песня в концерте на родном языке. Ну, в частности, там есть особая тема, которая называется гуманитарное сотрудничество. На постсоветском пространстве. Это не такая беззолочная тема, как кажется многим. Ну, как раз в этом направлении вас перебьют. Там может работать бренд Михаил Шведкой. Потому что вот на постсоветском пространстве вас знают там, в том числе и как телеведущего. Да, да, знаю, действительно, это правда. Но мы все-таки на постсоветском пространстве сумели, в частности, благодаря там усилиям и Джохан Палыевой, который сейчас работает руководителем аппарата в Думе, и Паллада Бербеляглы, и покойных нескольких людей уже, к сожалению, создать межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества. Это очень серьезная организация, у которой есть деньги, которая занимается поддерживанием гуманитарных связей на постсоветском пространстве, а значит, в какой-то степени и русского языка. Да, потому что все между общением на постсоветском пространстве пока еще ведется на русском языке, и я надеюсь, так будет впредь. Но вы должны понимать, что ареал такой сокращения русского языка в мире за последние годы – это довольно серьезная цифра. Это почти 50 миллионов человек. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Вот, например, серьезная проблема, что содержание образования, оно у нас поплыло с какой точки зрения, что раньше был один учебник для всех школ по всем предметам. Он, ну, во всяком случае, ученик, переходя из одной школы в другую, он не испытывал никаких проблем, поскольку известно было, что там в четвертой четверти четвертого класса изучаются такие-то предметы и такие-то вопросы. И не было проблем. Сейчас в разных учебниках поплыло это все. То есть что-то изучается по одному учебнику. Несятки учебников есть даже несколько. Сейчас, слава богу, это было так. Действительно, например, было 60 учебников русского языка, причем разных русских языков. Но проблема в том, что вот из федерально-государственных образовательных стандартов ушло содержание. И просто, ну, какие-то есть предметные области, которые должны быть в учебниках, они есть. Но в одной линейке учебников это изучается в пятом классе, а в другой в седьмом. И переходя из одной школы в другую, попадая в другой регион, дети оказываются в очень тяжелой ситуации. А после этого им надо сдавать один и тот же единый госэкзамен, хотя они учились по разным учебникам. Это тоже проблема. Я не сторонник того, чтобы был один учебник. Я сторонник того, чтобы был конкурс учебников, и на выходе профессиональное сообщество отбирал лучшие. При этом эти учебники должны быть все-таки написаны на основании какой-то общей матрицы. Когда, в каком классе, какие предметы, какие вопросы должны рассматриваться. И даже не столько, какие вопросы рассматриваются, а какой результат должен быть получен в результате изучения того или иного материала. Ну, я, понимаете, в публичном поле уже нахожусь не первое десятилетие, поэтому вряд ли я могу получить вопрос, которого бы я не ожидал. Формат вообще такого, ну, глубокого интервью, он практически на телевидении не существует. Есть очень немного передач, где действительно можно поговорить. Ясно, что ведущему интересно задать те вопросы, которые интересно задать телезрителям. А вы часто вообще занимаетесь, ну, не в прямую писательским трудом, а вот смежными там продвижениями? Я к чему говорю? Много шума наделал ваше заявление с тем, что вы категорически запрещаете переводить ваши книги на украинский язык. При том, что это нонсенс, известно, что Украина читает на русском, и, по-моему, никогда никого и не переводили. В том-то и дело. Это была совершенно ироническая фраза, сказанная в адрес тех авторов, которые всю жизнь публиковались в России на русском языке, но при этом Россию всячески ругали, поносили, соответственно, я сказал, говорю, давайте же, говорю, будьте последовательны. Я запрещаю свои книги публиковать на Украине на украинском, а вы давайте переставайте публиковаться в России на русском. Потому что, разумеется, за всю историю нашей фантастики, ну, переводили, по-моему, двух или трех авторов, ну, скорее в таких рекламных целях. Украина, разумеется, читает на русском. Она и думает на русском, что очень важно. Это и плюс, и минус.